Ребят, слушайте, наверное, пора мне в Прокопьевск, а то новогодние праздники впереди, все деньги потратила на кормёжку котов. Я тоже хочу и конфеточек хочу, и рыбки мне тоже хочется, и мяско мне тоже хочется, и печенюшек. Надо срочно ехать в Прокопьевск. И самое главное, у меня есть мутоновая шуба, и точно такая серая хустка пуховая. Всем огромный-огромный привет, рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я почитала все ваши комментарии, я держалась за живот, реально. Это что-то с чем-то. Вы сделали и мой вечер, и моё утро, и я давно так не смеялась. И не только вы сделали мой вечер, и моё утро, но и доброделы. Давно у них и не было ничего такого, с чего можно было падать в соснеху. Ну, а на самом деле, знаете, вот, как мне кажется, что женщина это совсем не так проста, как показалось. И либо это, слушайте, какое-то подстроенное, да, либо она действительно обвела мальчиков вокруг пальца. И я просматривала видеоролик два раза. Один раз я ещё, ну, вообще три раза ещё два дополнительных честных просмотра сделала. И второй раз, когда я смотрела, я включила скорость. То есть я в ускоренном режиме смотрела. Но там можно было вообще плакать от смеха. Потому что, когда в ускоренном, ты видишь, как она бегает по магазину, собирает это всё в корзину. Хватает, хватает. Эти глаза Андрея, бегающие и не понимающие, что к чему. Ну, слушайте, там вообще упасть и не встать. Ну, правда, кто смотрел в ускоренном режиме, это вообще хохма. А потом я уже смотрела в обычном режиме, повторно, для того, чтобы, ну, вот, как-то, может быть, что-то рассмотреть в ней. Потому что, знаете, вот первый видеоролик, первый раз, когда смотрела, это просто какое-то что-то с чем-то было. Я говорю, я смотрела, у меня глаза были просто на полбе. И я не могла понять, как такое могло произойти с нашими мальчиками. Как они так могли вляпаться. Ну, и уже рассмотрев, я действительно сравнила со своей шубой. У меня тоже есть похожая шуба. Только по делу Бабы Гали она круче, чем моя. И, ну, правда, она не из дешевых шуб. И не похоже, что эта бабушка просто бедная, несчастная и не доедает и падает в обморок. Ну, простите, это не похоже. По поводу возраста, мне кажется, она тоже обдурила. Ну, и по поводу квартиры, скорее всего, тоже. И квартира, это, как мне кажется, принадлежит ей. И никакой женщине она не принадлежит, якобы верующей. Вообще, вся эта история настолько мутная. Мне кажется, что либо мальчиков обвели вокруг пальца, либо они пытаются обвести вокруг пальца зрителей. Я ещё думала, что на канале будут комментарии хвалебные одни. Но зашла, почитала, не тут-то было. Но, мальчики, вы всё-таки молодцы. Но вот она оказалась там такая наглая, там всякая такая. Но вы молодцы. Конечно, молодцы. В конце концов, надо хоть когда-то тратить деньги. Вот здесь она и сделала им хорошую трату, хорошую помощь. Но опять не там, где нужно. И, как мне кажется, они уже точно к ней больше не поедут. Хотя лекарства-то ещё не купили. А вот представьте, если бы они ещё заехали в аптеку, сколько бы она там лекарств им назаказывала, и сколько пришлось бы оплатить. А то Андрей, видимо, экономил, экономил на том, что Игорь там всё ремонты делал, всё тратил, денежки. А тут раз, и одна бедная якобы несчастная бабушка и так их разорила. Но на самом деле, ребят, это тоже как бы и не особо смешно, и всё-таки не шуточно, если это действительно бабулька оказалась какой-то, знаете, аферисткой. Просто неспроста же она сказала, что вы мне позвоните, я выйду. Что заходить нельзя, и мало ли. И я не думаю, что вот она реально у кого-то живёт, и кто-то её держит, такую бедную, несчастную. Когда повторно просматривала видеоролик, я заметила, что она не брала никакие крупы, они ей были неинтересны. Она не брала там макаронные изделия, она не брала хлеб, она не брала молоко. Но она брала такие вот продукты, да, которые я не всегда могу себе позволить. Вот, допустим, да, я не всегда в магазине покупаю сыр и копчёную колбасу, которую она брала аж две упаковки. Рыбу я тоже не всегда покупаю. А тут человек, который сидел в голоде и в холоде, резко и рыбки захотел, и консервы какие-то там, по-моему, шпроты, и сырочка покушать надобно. Знаете, бабушки, у которых нет денег, ну даже не бабушки, потому что пишут, вовсе она и не бабушка, женщины, они себя так не ведут. И это сто процентов. Потому что даже взять ту бабу Аню, которая кричит, не траться, не траться на Мансура. Да, любые, вот посмотрите, многие блогеры показывают, как оплачивают покупки, ну или предлагают что-то купить там бабушкам, ну и как-то помочь. И как себя ведут такие люди. Они скромные, они, знаете, вот такие какие-то стеснительные, они боятся что-то спросить, они боятся что-то взять. Ну вот правда, ребят, у кого-то был такой видеосюжет, по-моему, у Игоря Мёдова, как они с девушкой, с Лизой, покупали продукты для людей, у которых не хватает денег. И как они стеснялись что-то брать. Здесь же, особенно на ускоренном, ну и носилась, ну и носилась. И прям как будто никаких у неё болезней нет. Прям шустренько, так быстренько. Сама-то бедненькая за 70 рублей в день стоит за булку хлеба, целый день стоит на морозе, мёрзнет. А здесь нагребла аж почти на 5 тысяч. Это какой-то капец, слушайте. Это явно непростая бедная бабушка. Это довольно хитрая. Тётенька не бабушка. И знаете, на самом деле Андрею с Игорем надо её проверить вдоль и поперёк. Прям пробить по адресу, кто там живёт. Кто её туда пригласил, либо она хозяйка этой квартиры. Болеет она, не болеет. Вплоть до того, чтобы её в больницу завести. Нет, понятно, уже, я думаю, им не особо хочется к ней возвращаться, потому что как бы она снова не начала ныть и не начала там всё выпрашивать, да. Потому что, ну реально, уже такие траты точно доброделы не потянут при всём том, сколько они денег уже успели себе скрести, но они уже, думаю, тоже и потратиться успели. Но это тоже, слушайте, это какой-то маскарад, это какой-то цирк. И такое дело, это всё нужно проверить. Ну, потому что, если они так попали, то зрители видят, зрители видят, что это ненормально. И женщина эта точно не договаривает кучу всего. Не может обычная, несчастная, малоимущая женщина с кучей болячек скакать по магазину и сметать с полок всё самое вкусное, всё самое такое деликатесное и дорогое. Я говорю, даже в обычной семье не всегда люди могут позволить себе купить те продукты, которые брала она. Да ещё и побольше. Смотрю, эти упаковки с яйцом она берёт прямо сколько? Три. Прощупывает. Складывает. Масло, пару бутылок, так ей целую буньку поставили. Ужас. Мне, знаете, вот сейчас интересно, как Андрей чувствует себя. Потому что после такого, знаете, может быть стресс. Вот реально, правда, ребят. Вот не знаю, но проверять её нужно капитально, эту тётечку. Ну, потому что, блин, мне кажется, она ещё та обманщица. Хотя по делам, да, хоть раз да потратились, но, знаете, вот зрителей, опять же, в заблуждение вводить не очень хочется. И обманывать их, что дальше она такая бедная и несчастная, ну, не знаю, получится ли у них. Потому что явно здесь видно, что женщина в мутоновой шубе не может быть бедной и несчастной, скупая все самые эксклюзивные и дорогие продукты. Ребят, это правда. А вам всем огромная благодарность за то, что подняли мне настроение, рассмешили. Я уснуть не могла, представляете? Я просто не могла уснуть. И уже с самого утра комментариев было ещё больше и ещё смешнее. Ребят, увы, у меня, честное слово. Давно я так, правда, не смеялась. Ладно, обнимаю вас всех, мои хорошие. Жду ваших комментариев, чтобы вы ещё больше позитива оставляли мне под видео. Всем прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока. Пока.